Слава Господу! Мир вам и благодать от Господа Иисуса Христа доумножится! У нас замечательное собрание, предпраздничное настроение и, конечно, слово от Господа. Я думал, о чем я буду говорить. И я молился Господу и просил. Я верю, что Бог даст сегодня ответ в твое сердце. Потому что мы не просто приходим вспомнить Рождество Христово. Библия – это практическая книга. И один из стихов, который я хочу сейчас прочитать, а потом мы будем беседовать. Это книга Даниила, 2 глава, 43 стих. «А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешались через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной». И другое место, которое я прочитаю, мы будем беседовать. Рождество – это будет 1 глава Матфея, 18 стиха. Рождество Христово Иисуса Христа было так. По обручению Матери Его Марии и с Иосифом, прежде нежели они сочетались, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Это сильное слово Господа к нашим сердцам. Мы что-то должны знать о рождении Иисуса Христа. Библия говорит, что Он первородный. Он первородный, все остальные за Ним. И как родился Он, мы точно так же должны родиться. Рождество – это не просто мы попраздновали, Иисус родился. Оно что-то должно сделать и в нашей жизни. Мы должны точно так же родиться, как Иисус родился – от Духа Божьего. Потому что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Человек падший – сегодня читалось с самого начала Библии слово. Человек падший в том, ком состоянии, в каком он стал, он не может наследовать Царствие Божие и жизнь вечную. В том состоянии, в каком он стал, он не мог попасть в рай. Там стоял Херувим с обращающимся мечом. И это было заявление Божье, что в таком состоянии, в своем грехопадении, ты никогда не можешь прийти и вкусить от жизни. Нужно было новое рождение. Природа человека была изменена. Я и сегодня встречаю христиан, которые стараются изменить свою природу. Они стараются сделаться немножко лучше, немножко красивее, немножко умнее, немножко хорошеньким. И думают, что в своем способности они чуть-чуть лучше станут, и они попадут в Царствие Божие. Они поверили в эту ложь. Это гуманисты так говорят, что с человеком можно что-то сделать, его подрифтовать чуть-чуть, поштукатурить, пошпаглевать, и может быть он пройдет в Царствие Божие. Но это ложь. Это ложь. Бог оставил этот приговор даже тогда, когда Иисус пришел на землю. Плоть и кровь в Царствие Божие не наследуют. И этот приговор не отменен. Даже тогда, когда пришел Иисус на землю, Бог дает нам образ, как человек должен родиться. Мы идем по следам Его. Иисус был рожден от Духа Святого. Мы должны быть рождены от Духа Святого. И мы должны быть исполнены Духом Святым. Это то, как произошло с Иисусом. Он был рожден от Духа, и Он был исполнен Духом. В то время были религиозные люди. Они приходили к Иисусу. И третья глава Евангелия от Иоанна говорит о том, что пришел Никодим, человек, который был учитель Израиля. И его переживания оставались с ним. Он видел, что что-то не хватало в его жизни, как служителя, как того, который ведет народ, который учит народ. И он понимал, что чего-то не хватает в его жизни. Мы иногда с этим соприкасаемся только тогда, когда с нами что-то получается. Когда с Давидом получилось что-то в жизни страшное, он сделал таких смертельные грехи, сделал, и он начал молиться, сердце новое сотвори во мне, и дух правый обнови. До этого он думал, что он сам по себе способен исполнить закон, правила, порядки, и можно жить еще и угождать Богу. Но однажды Бог нас ставит в такое положение, что мы начинаем видеть, насколько мы гнилые изнутри. Я служитель. И ко мне приходят обычно люди, давно верующие, и они исповедуются. И я обратил внимание на то, что они исповедуются не в новых грехах, которые они сделали, они исповедуются в тех грехах, с которыми они никогда в жизни не разобрались. Они постоянно говорят одно и то же. Они мучаются в этом колесе, они никогда не выбрались. Одни и те же грехи, одно и то же. И каждый день на молитве одно и то же. Как будто они родились свыше, как будто они никогда не оказались новым творением. Они никогда не могли узнать себя, что они имеют новую жизнь, и что они новое творение, а не вот это ветхое, ну сегодня может быть наряженное чуть-чуть, но это все равно все дерьмо там внутри. А мы есть новое творение, у нас новая жизнь. Извиняюсь, так сказал, внутри. Внутри новая жизнь. Это снаружи вот это все, что вылазит с нас. Бог касается нас. Итак, Иисус был рожден свыше. Библия говорит, что в этом был замешан Дух Святой. То же самое происходит с нами. Мы тоже в этом положении. Дух Святой повлек нас. И многие люди, они были зачаты. На зачатие еще не рождение. И многие остались в этом положении. Они где-то зависли. Они смешались через семя человеческое. Они поженились. Но как глина не смешивается с железом, так не должно. Духовная не смешивается с плотским. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Иисус говорит, по плодам узнаете. Дерево доброе и дерево худое узнается по плодам. Он не положил, что между ними есть переходное что-то. Мы сегодня находим время, чтобы оправдать себя в определенных вещах. Но Бог говорит, ты должен родиться свыше. Рожденный свыше, Дитё Божье, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя. И лукавый не прикасается к нему. Рожденный от Бога не может грешить. Рожденный от Бога не может грешить. В природе его нет этого. В природе Иисуса не было этого. Хотя у нас сегодня немножко различия есть в рождении. Иисус не имел той природы греха от Адама. Он был рожден от Девы Марии. Сам Бог дал ему тело через Деву Марии. И он был в этом теле. Но у него не было этого природного греха, который мы унаследовали от Адама с Евой. Поэтому даже наше добро обращается нам во зло. Многие не хотят слазить с дерева познания добра и зла. Это одно дерево. Они просто перелазят с одной ветки на другую. Они говорят, я делал плохое, теперь я буду делать хорошее. Это одно и то же дерево. Но Бог дал нам новое дерево. Сын дан нам. Владычество на ременах Его. Это жизнь явилась нам. Воплоти жизнь. Это Христос. Жизнь явилась нам. Она в Сыне Его, Иисусе Христе. Это не то, что мы имеем от своей природы. Это природное все придется оставить. Бог будет разбираться внутри с нами. Дайте Богу. Когда Бог начинает разбираться? Когда мы соглашаемся с Ним.